40% населения Губкинского работают в сфере малого предпринимательства. Столько же горожан постоянно занимаются спортом. Опираясь на такие цифры, Губкинский можно назвать городом людей инициативных и выступающих за здоровый образ жизни. Вполне логично, что и профессиональный праздник бизнесмены отмечают по-спортивному. Это и люди, которые работают на предприятиях малого бизнеса, это работники предприятий, это родственники. И мы стараемся, чтобы все участвовали, все, кто причастен в той или иной степени к предпринимательской деятельности, к малому бизнесу нашего города. Шахматы, стрельба, бильярд, настольный теннис и мини-футбол. Спартакиада Губкинского союза предпринимателей с каждым годом собирает все больше желающих проявить себя в том или ином виде спорта. Это уже 12-е игры. На их открытии глава города Валерий Лебедевич с гордостью отметил, что губкинцы регулярно покоряют спортивные вершины. Не так давно, к примеру, сборная города по мини-футболу стала бронзовым призером в соревнованиях на Кубок губернатора. Думаю, что у нас еще все впереди, потому что устремляется, развивается, представляет техническая база для игры в футбол. И что дает возможность на все большее количество и наших маленьких ребят, и взрослых, активно проводить время на спортивных площадках. В этом году в мини-футбол играли пять команд. Бронзовыми призерами стали игроки сборной предпринимателей. Серебро отвоевали футболисты-брандмейстера. Первое место у команды «Нефтяник». Пока в спорткомплексе гоняли мяч, в клубе «Аристократ» 24 мужчины собрались за бильярдными столами. Бильярд со временем, когда-то 20 лет назад вышел, выйдя из прокуренных подвалов, он стал на сегодняшний день, мне кажется, необходимой составляющей имиджа молодого делового человека. Во время партии в бильярд игрок проходит вокруг стола не один километр, рассказывает главный судья Виталий Короткин. И это не единственный плюс игры. Это общение, глазомер, в бильярде проявляется характер и так далее и тому подобное. Сила воли, умение сосредоточиться, очень много качества. Сегодня играют по олимпийской системе с выбыванием. Турнир занял несколько часов. По его результатам первое место досталось Денису Магаряну, серебро у Максима Фейермана, бронзовый призер игры в бильярд Артур Арсуев. В этот день победители определили и в стрельбе. Победили, конечно же, сильнейшие. Был зачет вдруг в двух группах, у мужчин и у женщин. Среди женщин победила утовец Леся, среди мужчин Сушин Павел. Директор двух компаний и мастер спорта по стрельбе из мелкокалиберной винтовки Наталья Шлемкевич уверена, спортивный азарт присущ и бизнесменам. 12-я спартакиада Губкинского союза предпринимателей собрала более 100 участников и еще столько же болельщиков. Восхождение на спортивный олимп, так же, как и работа в собственном бизнесе, развивает самые сильные стороны человека и закаляет характер. Юлия Головина, Денис Гонцов, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова